всем ребят привет наконец-то у нас новое видео сегодня вышли на всю старую деревню которая просто огонь оказалась и приехали мы сегодня с камрадом с дмитрием солнышко у нас немножко поднимается выше 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 вот так вот у нас за горизонт проснулась раньше него мы сегодня проснулись в общем сегодняшняя задача какая всего-навсего у нас 8 10 часов то есть это маловато не до самого поздна будем находиться пройдемся либо старые шурфы продолжим или же найдем новый скорее всего будем продолжать и скорее всего да ребят скорее всего будем продолжать там где женя камрад знакомый поднял копеечку двадцать пятого года и наверное попробуем разработать его посмотрим что у нас и будет если меня видите значит у нас что-то все-таки отыскалась интересное смотрим будет довольно таки интересно копаем сегодня с камрадом дмитрием вот выехали мы с ним вон он ходит готовится вот так что пожелайте нам удачи продолжать будем шурф вот именно этот он конечно по углам как по урокам шурфа все сделано грамотно углы раскопаны находок в углах не было а вот здесь вот в принципе были здесь была копеечка 25 поднята монеты здесь конечно не интересные 60 70 80 попадались но единственная находка когда я вышла 25 копеек и сейчас мы вот именно бревно здесь найдем венец и вдоль венца все мы это прошу стим так что все показал вам объем работы где у нас будет дмитрий уже вступил в бой у него терка 705 вот и посмотрим посмотрим на результат в конце видео ладно я тоже готов у меня будет на шурфе аська 250 вот так что все показал рассказал где мы будем сегодня работать и думаю улыбнется кто рано встает земляной дед интересно подает посмотрим итак ребята вот этот фундамент которым мы изначально приехали с димой что-то его бросили дмитрий пошел на старый шурф где у нас не добитая печка подходила к нему копеечку две копейки он поднял там 30 года но здесь вот мы поковырялись наверно минут 20 и чуть одна глаз на решили искать что-то новое подняли здесь диман 10 копеек а юбилейную 1917 67 и я копеечку советскую и решили разойтись поискать новый я нашел там верховую опять копеек вот в этой области 5 копеек а царские николаевские вот верховой и решил взять щуп прощупать то место и сейчас я вам покажу ту самую находку которую я там сделал ну и заодно и прощупаю итак ребята вот нахожусь около кустов сирени вот на моя красавица только что подняла верховую монету вот и хочу вам эту верховую показать тот самый пятак 5 копеек николаевский вот такая вот у нас монетка вот к сожалению пока сказать не могу ну наверное не стоит конечно сейчас вне эфира и и поскольку некую если что-то интересненькое хорошенькое посмотрим вот сирень стоит дом наверное здесь был но монета нашла здесь и хочу здесь этот эпицентр при помощи щупа прощупать может быть все-таки немножко в сторону дом ушел может быть я как бы ошибаюсь но щуп ошибаться не может он точно может сказать да здесь был сарай или дом в общем посмотрим но пока первая находка вернее вторая находка и царская монета классно будем смотреть щупать но монета ребята оказалось довольно таки приятного внешнего вида для ее года 1881 год александр и я считаю неплохой цифра к хорошо видно буквки тоже спб так что для своих лет добротно выглядит зачетно и так ребят долго не заставила ждать монета вот она выпала красавица и это у нас пятачок верховой а год сейчас скажем 30 вроде да поход 30 до 30 старый герб смотреть какой классный сахар бодренький и болячек на ней нету зачет ли засыпка в принципе добротная сейчас верховые здесь еще раз посмотрю и потом начнем срезать первый слой лопаты так что надеюсь нашел место какое-то итак ребята за шурфился я небольшой участок сделал вот такой вот выпало несколько монет советские я вам не снимал но вот эта монета заслуживает вашего внимания вроде как знаете вот вот такая шляпа была я потер немножко с другой стороны и оказалось это у нас ребят серебро по размеру наверное пятнашка рсфср ска 500 и пробы вот такая вот монета классная зачет серебро вышла вышла такая гадость на ней прикольно прикольно с почином серебром надеюсь шурф маленький пока надеюсь что им еще даст и так шурф дает свои плоды вот она и еще одна монетка монетка две копейки так в тенек может быть две копейки 1924 года жаль не 25 сейчас буду обязательно дмитрий суда звать раз я шурф нашел где выпадают монетки так что ладно продолжаем сейчас будем вдвоем идем дальше еще одна ребят монета не прошло и 15 минут это у нас три копейки двадцать девятый год и сохранчик в этом шурфе неплохой зачетный нормальный классно классно продолжаем и так ребята шурф наш немножко растет здесь я здесь дмитрий дмитрия советики у меня тоже советики и вот знаете хочу вам интересную находку показать я такое вижу впервые я думаю может среди вас кто знает что такое смотрите это какой-то столовый предмет это какая-то непонятная вилка чу это такое это не обломок это ничего не обломано что такой хреновиной можно было есть устриц сомневаюсь улиток сомневаюсь крабов расчленять как-то тоже сомневаюсь чё там где и вот хотел бы у вас спросить что за столовый предмет это не алюминий это у нас латунь видите лопаткой немножко засадил это латунь что это даже дмитрий не знает дадим твое предположение что такое устриц любишь чуть диман за предположение чуть такое но это столовый предмет это однозначно я не знаю даже диман не знает так что ребят пишите в комментарии что это такое на ваше усмотрение может кто-то у вас среди вас есть люди любители ресторанов и знаете для чего использовали вот такие вот вещи я к сожалению не любители ресторанов прикольная вещица такая знаете не хрупкая мощная прикольно идем дальше так сейчас выпала монета 1 копейка и знаете прям сердце у меня застучало когда начал ее тереть протирать сохран просто шикарный болячек нету фатина ровная рельеф высокий но к сожалению монета двадцать четвертого года 24 очень будет удивительно если на этом шурфе мы с дмитрием подымем копеечку двадцать пятого потому что вот здесь вот как вы видите 1 фундамент 2 фундамент 34 из этих четырех фундаментов выстрелили два фундамента где были копеечки двадцать пятого то есть три монеты двадцать пятого года здесь уже подняли на четырех фундаментах вот это прикол если здесь будет еще одна так что земляного деда надо просить вот иди чёт там улов какой-то в прямом эфире давайте посмотрим ищет че-то пищит пищи и сбой наверно это керосинки ребят от керосинки смотрите в нормальном бодром таком внешнем виде на прошлом купе женька подымает это кругляшок от керосинки и надпись там вот чуть и такой ладно продолжаем ребят только что двушку 29 дернул решил прозванивать здесь в серединке был сигнальчик и катушкой дернул небольшой слой и вот видно монету монета медная тяжелая царская 3 копейки 1800 в 1885 что ли до 1885 год класс класс 2 царь сегодня прикольно прикольно продолжаем правда затерты до безобразие ребят пока я включил камеру хотел в прямом эфире показать сигнал но не успел у дмитрия выпала вот такая красавица смотрите какие были рельеф высокие края острые монета просто в идеальном внешне виде 16 год блин смотрите как красавица вообще огонь диман тоже серебро есть но у него царская прикольно я царя только что дернул диман царя тоже дернул и у диман уже 2 оказывается он на том фундаменте еще одну монетку 10 копеек дернул по находкам у него пока нормально ненормально чуть смотри сколько уже надел года вот на серебруска 25 юбилейка вот про эту юбилейку вам говорил здесь копеек 1767 год вот огонь чуть-чуть от 1 пятачок но ничего нормально задел есть прикольно прикольно но к сожалению по времени копать 8 часов осталось всего ребят всего 8 часов мы сегодня только до трех часов копать ну ладно ладно продолжаем итак ребят дима тягает серебро царское а я тягаю медь царскую сейчас у меня выпало 3 копейки 1908 год бодренькая будет монетка рельеф высокий и вообще классненько монета красиво выглядит именно трешки двушки вообще красиво вот приятный и орел тоже классный так что плоды дают зачетно у меня спина жутко болит и через боль копаю ладно продолжаем засыпка прям хорошая мусора нету единственно что встречается какие-то капсуле все водочных бутылка нихрена нету пробок нету ничего нету если сигнал то монета вот в частности у меня вот если сигнал то монета советская ли царская мусора нет вообще сейчас посмотрим как дмитрий прозвонку сделать камушки разбивайте потому что в камнях бывает бачком монетка встанет и ее не видно не слышно нет к сожалению этот выброс на удивление оказался пустым до стесняется нет все таки этот выброс тоже с каким-то сигналом и чуть-чуть идем ну-ка жбой совет совет на все посмотрим руке да вижу на ней нет какой-то с бонда это жбонь фигня как мусор ты грешни были ну да она каркаун чешно нет ладно не будем каркать больше тем более в прямом эфире и так находка камушек выложил отдельно и вот именно так она и была и я видел что это у нас смотрите такой след отпечаток остался и это у нас серебро 15 копеек двадцать пятого года была бы копейка или двушка 25 ну ладно серебро тоже пойдет пойдет сейчас небольшой перекус сделаем и продолжим для перекус ему странновато дмитрий 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 говорит нормально ладно сколько мы всего здесь ну наверно уже дмитрий хочет на перекус не знаю ладно пойдем дальше ну что последний раз снимал где-то полчаса назад но за это время было поднята с этого шуфа еще советские монеты я не показываю даже уже пятачки потому что они здесь банальные 30 31 у нас даже зима нам игра угадай какая пятак в общем еще одна рукожопная монета у дмитрия тоже только что была трешка царская тоже рукожопная то есть это колечко заготовка видно потерял или передумал жениться у дмитрия тоже такая в общем не знаю женился товарищ или нет но по ходу все таки барышня женщина здесь было наверное женился раз раз есть какие-то украшения дмитрий говорит нерешительный парень раз только заготовок под обручалки или наоборот может любя обильный вот красотку вот такая вот выпало вот спина чересчур ребят побаливает так что сейчас в прямом эфире чем прозвоним ребята там какой-то сигнальчики есть сейчас посмотрим чё там может быть одной рукой тяжело делать чё-то все-таки есть что какая-то хрень ну чё еще нет черта сериале ну видно что монеты нету какая-то наверно очередная бяка капсуль или что-то в этом роде чуть фигня главный фиг с ним так вот 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 эта фигня звучит ай-яй-яй это капсуль дмитрий там тоже воюет с ними так на выборшном тоже что-то отзванивает все что-то здесь надеюсь на потерял нет глубже глубже что-то упал были а вот монет ребят вот монетка что это у нас чё это желтый проглядывается поскольку скорее всего двушка или серебро или серебро о дмитрий подгон сделал нет желтый тайнушка ладно дима мне вот такой вот а хабарницу готов потому что монет уже куча так что ладно ребята наша двушка который халун ту хабарницу бросал все-таки умудрился почистить не проглядывается 15 копеек и это у нас серебро классно классная классная третья пятнашка зачет зачет продолжаю и так ребят вот этот уголок очень здорово сдал мне монеток было пятачок тридцать первого трешка было 29 и вот сейчас вот выпала монета и это очередная очередная серебрушечка серебрушечка 10 копеек какого-то года не пойми вот и 10 копеек у нас прям серебрушки пруд это уже какой четвертый у меня у дмитрия тоже 2 6 серебрушка уже есть еще была монета я вам не показывал хоть она и царская но к сожалению тысяча девятьсот тринадцатый сохранчик бодрый классный но здесь у нас видите на орле имеется зубцы первый раз вижу такие мелкие зубцы это игровая орлянка тетя там так дальше чем у меня еще был вот такая вот окаменелая пуговка и я проглядывается вижу силуэт силуэт это у нас орляночка зачет зачет учетом дима трешка так ладно продолжаем так ребята очередная монета так вот на глазками выпала лопатки достаем чё это да ладно а это душка 24 блин я думал что-то серебро 24 очередная копейка две копейки прекрасно вышла вот мы с дмитрием немножко покумекали и решили переделать свой шурф потому что как-то чет у нас в ту сторону не залазить засыпка идеально просто пух пыль прям вообще зачетно но нет ничего в этой половине были все находки по левую сторону от руки по правую к сожалению нифига ничего и мы решили дмитрий туда пошел а мне придется вот здесь вот все перелопачивать у дмитрия сейчас тоже была царская трешечка николаевская вот и мы все таки пошли по разные стороны монеты в принципе идут я вам не показывал но скажу вот эту часть где-то минут сорок у нас ничего не было вообще ничего не было так что пойдем другим путем ну ребят плоды пошли была двушка двадцать четвертый трешка двадцать шестой двушка двадцать девятый я вам их не показывал и вот это вот стоит вам показать тем что это царская монета денежка 1851 год вот так вот выглядит денежка зачетно николай первый есть вензеля есть александровский а вот николаевский прикольно зачетно правда труд сейчас будет двойной тем что свою гору я перелопачиваю здесь мы ошиблись из-за того вернее я ошибся из-за того что здесь вот лежат камни а эти камни оказывается перегородки к дому вот и дом стоял не вот так вот а вдоль вдоль дороги и в ту сторону мы с Дмитрием и Дмитрий там вообще валуны такие огромные видите такие камни тягает но скоро время подходит к своему завершению не знаю сколько сейчас время уже но в три дня мы будем заканчивать что один рыба 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 что ты לה Scientific что то фальшивило ry м е ст да что то крупнее ясно что фальшивило у ветер я сегодня надышался были стою по ветру и диман меня сыпит компенсации да ребят у нас сегодня серебра в принципе нормально получилось на двоих звук там шуток 67 у нас получилось ладно там какая-то белая нива какая-то там супер-пупер навороченная ладно итак ребят пока копаю один дмитрий ушел на отдых под кондиционер а у меня царь перед отдыхом и у дмитрий был царь у него была палушка у меня сейчас две копейки 1900 какой-то год ну в принципе сохран бодренький хорошенький зачетный вот такая вот двушечка классненькая сейчас наверное еще одну монетку выкупаю это же пойду погреться в машину так что продолжаем итак ребят приходится двойной труд делать как вы видите подрезаю и здесь уже камень лежит то есть перегородочный камень возможно была комната и все туда уходит имя приходится вот этот вот верховой перекидывать фактом что щупом я здесь прощупывал нащупал именно вот этот вот фундаментный камень и думаю это фундамент там дальше еще провалится только на штык лопаты но я хочу вам сказать что вот сейчас смотрите штык щуп проходит очень тяжело потому что здесь вот ой блин кусает заразы слепни вот щуп проходит тяжело сквозь вот такой вот я не знаю здесь как-то я не знаю чуть глина ли что еще проходит плохо но за ним после штыка лопаты а засыпочка вообще просто огонь вот так что имейте ввиду щуп может сначала провалиться тяжело а потом бык вообще легко имейте ввиду это нам наматываете на ус кто копает но я к чему у меня двушка вышла и это очередная двушка двадцать четвертого года блин 25 бы вышел бы был бы вообще классно но пока 24 и сохранчик вообще бодрый огонь ладно ай пойду я к дмитрию немножко с ним погреюсь ху-ху-ху ладно чуть-чуть погреемся и снова бой и так ребята решили сделать пятиминутку перед завершающим таким броском у нас осталось всего-навсего два часа на коп думаю обязательно что-то выйдет но хочу сказать тем что мы с дмитрием здесь обсуждаем кое-какие такие нюансы тем что здесь монеты самые последние тридцать первого года дом просуществовал 3 до тридцать первого года потому что больше ничего нет даже до войны не пробыл вот так что классно из-за этого также мы выдвинули версию то что из-за этого здесь нету щитовиков щитовички с 31 по 3 4 был здесь медь и алюминистая бронза и все медь да и серебро серебро мы тоже тяганули сколько наверное уже штук семь монет серебряных так что дом оказывается просуществовал только до 31 года и находки об этом указывают последние года 31 все показывать монеты ну а по царям что у нас получается николай 1 александр в общем 1851 год самая последняя находка так что при царях здесь зародилась жизнь и в тридцать первом закончилась так что ладно продолжим итак ребята мы уже потихоньку за собой шурф заваливаем вот подрезаем кромочки и все вот здесь вот у нас принципе ровненько получается я решил вам показать находочку находка крестик женский его величают крестик лепесток с одной стороны молитва честному кресту и такой знаете вариант среднего размера бывает совсем маленький ну и бывает огромный на обои бабу вот так что вот такой крест 18 19 век поднял я еще вам хочу показать я уже крупные монеты вам не показать был у меня так еще два пятака и угадайте какого года 30 31 пойдет итак ребят пришло время с вами попрощаться конечно же по традиции в конце будет обзор наших находок копали мы сегодня с дмитрием копает он как тракторах просто-напросто бульдозер пыль столбом сегодня я весь вот так вот черный был в общем куда бы мы не переместились пыль всегда на меня шла вот по находкам что у нас цари серебро сегодня выстрелила классно с одного фундамента 67 серебрушек но я вам сейчас все подробно где солнышко то блин все подробно вам покажу и расскажу у дмитрия немножко поменьше оказалось но все равно просто у меня классный уголок был который выстрелил неплохо прям одна за другой вылетала но все равно общая сумма 67 монет достойные достойный день хотя можно еще покопать до вечера но время ровно два часа и мы уезжаем с копа благо фундамент мы успели добить итак ребята дмитрием мы пообщались и он говорит если дом просуществовал еще немного там например до пятидесятых как здесь в основном все дома были мы бы здесь замучились с этого фундамента дергать монеты потому что представляете монеты всего царизма были 1851 и заканчивалась 31 революции в общем если бы существовал до 50 хотя бы года то было бы вообще полный зашквар тут и было бы не как у нас 67 монета 200 может быть и 300 монет ну а сейчас конечно же но об находкам ребята у нас получилось с дмитрием сегодня в принципе я считаю неплохо вот такое количество у нас монет общее число 67 по меди только по меди вам отчитаюсь и так единственный 1881 вот трешка зачетный 1800 какого-то восьмого года трешка двушки раз два двушка три двушка 4 ой блин ребят сейчас скажу я чуть сбился даже раз два три четыре пять шесть шесть двушек двушек двадцать четвертого семь двушек вот царские двушки раз-два две царских двушки копеечки царские раз-два затем денежка классная монета денежка затем есть еще полушка вот она красавица маленькая такая знаете с ноготок вот по советам все монеты все монеты до тридцать первого года все абсолютно все нету ничего у нас с этого шурфа старше тридцать первого года вот из-за этого нет у нас никеля вообще нету никелевых монет потому что они как бы редкие 31 по 34 они шли а дом просуществовал всего-навсего до 31 ну и теперь вкусняшки ребят так он будет называться у нас наш видеоролик тем что серебряный шурф раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь серебра у нас выстрелила классная серебрушка 10 копеек 1916 год вообще классненькая такая высокий рельеф зачетная а затем что у нас были десяточки десяточки вот раз фсср вская было даже тоже вот пятнашечка раз фсср еще где-то раз фсср вской в общем серебро сегодня получилось просто в зачет зачет общее количество вот такое 67 монет на двоих зачет по шмурдяку ну что шмурдяк шмурдяк он и в африке шмурдяк два вот таких вот безобразных рукоблуда вот крестики интересно то что вот этот нашел я верховой я его не выбросил и потом с глубины уже шурфа нашел вот такое вот продолжение удивительная находка тем что это верховое а это с глубиной такая вот декоративная какая-то лабуда лакокрасочное покрытие на месте и пуговка орлянка почиститься будет классная в общем получилось вот так вот классно 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 так что всем удачи на копе и до новых встреч пока а а